Здравствуйте! Сегодняшняя лекция посвящена теории массового обслуживания. Теория массового обслуживания, как раздел теории вероятностей, возникла сравнительно недавно. А именно, первые работы появились в начале XX века. Они были вызваны потребностями практики, в частности, широким развитием телефонных сетей. Поэтому и сейчас в теории массового обслуживания широко используются термины, заимствованные из телефона. Требования, вызовы, заявки, каналы связи и т.д. Позже было замечено, что общие математические модели, исследуемые как модели в телефоне, могут описывать и многие другие жизненные явления. А в настоящее время методы и результаты теории массового обслуживания с успехом используют во многих технических, экономических и социальных областях. Можно привести такие примеры, как транспортные системы, системы связи, системы снабжения, медицинское обслуживание, надежность функционирования сложных систем. Итак, первый вопрос – это классификация систем массового обслуживания. Практические задачи теории массового обслуживания связаны с исследованием любых операций, состоящих из многих однородных элементарных действий, на осуществление которых влияют какие-то случайные процессы или случайные факторы. Давайте рассмотрим примеры. Первый пример. Автоматическая телефонная станция обслуживает некоторое число абонентов, выходящих на связь в случайное для этой станции время. Абонент, пытающийся дозвониться в момент занятости всех линий, получает отказ, то есть слышит частые гудки. Вот для такой системы массового обслуживания элементарной операцией является отдельный телефонный разговор. А основной характеристикой такой системы является вероятность отказа при вызове. Никто не хочет слышать частые гудки. Следующий пример. В сборочный цех поступают для сборки детали различных видов. При нехватке хотя бы одного вида деталей производство останавливается. Если есть избыточные детали, то они поступают в бункера определенной вместимости. Естественно, что на процесс поступления деталей, как и на время сборки, влияют какие-то случайные факторы. В данном случае элементарной операцией является сборка одного изделия из готового комплекта деталей. И в такой системе массового обслуживания важно знать вероятность простой линии, потому что при этом будут возникать убытки, как и вероятность переполнения бункера. Это тоже нежелательно. Следующий пример. В морской порт прибывают суда не строго по графику, а со случайными отклонениями. Имеется несколько погрузочно-разгрузочных площадок с соответствующим оборудованием. Для данной системы элементарной операцией можно считать процесс погрузки и разгрузки одного судна. В данном случае требуется определить среднее время от момента прибытия судна до окончания его погрузки и загрузки. Таким образом, системы массового обслуживания, в литературе их принято обозначать просто тремя начальными буквами, предназначены для многократного проведения некоторой однотипной элементарной операции, которую называют операцией обслуживания. Итак, в первом примере с телефонной станцией операция обслуживания была отдельным разговором. В примере со сборочным цехом операцией обслуживания является сборка одного изделия из готового комплекта. И в примере с морским портом операция обслуживания – это процесс погрузки и разгрузки одного судна. Операции обслуживания, для осуществления которых создается система массового обслуживания, проводятся в связи с тем, что имеется массовый спрос на определенный вид обслуживания. В свою очередь массовый спрос осуществляется через множество индивидуальных требований или заявок. Природа требований, поступающих на обслуживание, может быть самой разнообразной. Это могут быть телефонные вызовы, покупатели, входящие в магазин, информационные сигналы, поступающие от датчиков в управляющий компьютер и так далее. Множество моментов поступления в систему требований называется входящим потоком для данной системы массового обслуживания. Чаще всего считают, что входящий поток – это объект внешний по отношению к системе массового обслуживания. Далее. Для обслуживания потока заявок в каждой системе массового обслуживания предусмотрены некоторые обслуживающие единицы, которые называют каналами обслуживания. В системе массового обслуживания может быть один или несколько каналов обслуживания. В качестве каналов обслуживания могут выступать линии связи, рабочие точки на предприятии, какие-то приборы в сложной системе, железнодорожные пути, лифты и так далее. Так вот, в зависимости от количества каналов обслуживания, наличие или отсутствие очереди и характера ожидания заявок в очереди производят классификацию систем массового обслуживания. Итак, система массового обслуживания может быть с отказами, а может быть и с ожиданием или с очередью. Например, если мы рассматривали телефонную линию, то здесь никакой очереди быть не может. Если все линии заняты, то абонент сразу получает отказ. А если в примере со сборочным цехом, некоторые избыточные детали поступают в бункер, то есть образовывали очередь. Поэтому автоматическая телефонная станция представляет из себя систему массового обслуживания с отказами, а сборочный цех представляет из себя систему массового обслуживания с очередью. В свою очередь, система массового обслуживания с ожиданием или с очередью делится на системы с ограниченным ожиданием или ограниченная очередь, и системы с неограниченным ожиданием. Например, если на железной дорожной станции одна касса, и человек хочет куда-то ехать и купить билет, то естественно, что он становится в очередь и будет ждать, пока эта очередь до него не дойдет. А вот в примере с морским портом, если рядом есть другой порт, а в данном порту нет места для стоянки, то судно может развернуться и не ждать, а поехать поплыть в другой порт. Далее. Поступившая в систему заявка обслуживается некоторое время. Как правило, это время случайное. Мы заранее не знаем, сколько будет длиться телефонный разговор или сколько времени будет обслуживаться какой-то покупатель в магазине или в зубоврачебном кабинете, сколько врач будет лечить какие-то зубы. После того, как заявка обслужится, вот это случайное время, канал обслуживания освобождается и готов к принятию следующей заявки. Так вот, случайный характер потока заявок приводит к тому, что в некоторой промежутке времени на входе системы скапливается излишне большое число заявок. Они либо образуют очередь, либо покидают систему необслуженными. А в другие периоды времени система будет работать с недогрузкой или простаивать. Естественно, и то, и другое плохо и требует какой-то минимизации. Итак, предмет теории массового обслуживания – это установление зависимости между характером потока заявок, числом каналов, их производительностью, правилами работы системы массового обслуживания и эффективностью обслуживания. В дальнейшем мы будем с вами рассматривать системы массового обслуживания с упорядоченным обслуживанием. То есть заявки обслуживаются в порядке поступления. Кроме вот такого упорядоченного обслуживания, можно еще рассматривать неупорядоченное обслуживание, то есть заявки обслуживаются в случайном порядке. Это будет более сложный в математическом отношении случай. Также есть и обслуживание с приоритетом. Об этих видов обслуживания вы можете подробно почитать в той литературе, которая будет приведена в конце лекции. Итак, мы с вами переходим ко второму вопросу. Поговорим о тех случайных процессах, которые возникают в системах массового обслуживания. Процессы массового обслуживания. Для систем массового обслуживания, описывающих функционирование различных реальных объектов, характерно то, что они работают под воздействием случайных факторов. В связи с тем, что процесс функционирования систем массового обслуживания носит случайный характер, методы исследования этих систем сводятся к построению некоторого случайного процесса, описывающего эволюцию систем и исследованию этого процесса. Чаще всего в практических приложениях используются марковские случайные процессы. Это вызвано рядом причин. Перечислим основные причины. Во-первых, это относительная простота случайного процесса, описывающая эволюцию системы массового обслуживания. Во-вторых, наличие возможности использовать хорошо разработанный математический аппарат аналитического исследования марковских процессов. Об этом мы с вами говорили на прошлой лекции. Далее. Возможность получения аналитических выражений для показателей качества обслуживания. И возможность сведения к указанным, то есть к марковским процессам, более общих процессов. С помощью так называемых методов псевдосостояний. Итак, мы с вами рассмотрим функционирование системы массового обслуживания с помощью марковского случайного процесса. Пусть некоторая система массового обслуживания, мы ее обозначим буквой S, может находиться в состояниях из некоторого дискретного, то есть конечного или счетного, множества состояний. Состояние системы мы будем обозначать через S и T. Случайный процесс, ню от T, определяется как состояние системы в момент времени T. То есть ню от T принимает значение S и T, если система в момент времени T находится в состоянии S и T. Находится в итом состоянии. Система переходит из одного своего состояния в другое в тот момент, когда очередная заявка поступает в систему или покидает ее. Мы будем предполагать в дальнейшем, что входящий поток в систему массового обслуживания является простейшим. То есть это поток, обладающий тремя свойствами. Первое свойство — стационарность. Напомню, что стационарность характеризуется следующим образом. Вероятность отдельного события за малый промежуток времени ΔT пропорциональна этому промежутку с коэффициентом пропорциональности λ, с положительным коэффициентом пропорциональности и с точностью до бесконечно малых более высокого порядка малости. Следующее важное свойство простейшего потока — это ординарность. То есть события потока наступают по одному, а не парами, двойками и тройками. А именно вероятность наступления более чем одного события за время ΔT есть у малой от ΔT. И третье свойство — это свойство отсутствия последействия. То есть количество событий, наступивших на непересекающихся интервалов времени, представляют собой взаимно независимые величины. Простейший поток иначе называют пуассоновский, с интенсивностью λ. λ — это та самая постоянная из свойства стационарности, то есть тот самый коэффициент. Пропорциональности, вероятности и промежутком времени. Давайте вспомним, что для пуассоновского потока, во-первых, число заявок, обозначим это число через х большое, поступивших за единицу времени, имеет распределение пуассона с параметром λ. Распределение пуассона с параметром λ — это следующее. Вероятность того, что число заявок равно k, число заявок в единицу времени, есть e в степени минус λ, умноженное на λ в степени k и деленное на k! Если случайная величина имеет распределение пуассона с параметром λ, то ее математическое ожидание и ее дисперсия равны вот этому параметру λ. Далее. Число заявок, поступивших за время t, есть произведение параметра λ на время t. То есть число заявок, поступивших за время t, это случайная величина, имеет своим средним λ t. Само число заявок, поступивших за время t, тоже распределено по пуассону. И следующее свойство. Промежуток времени t, большое, между соседними заявками распределен по показательному закону с тем же параметром λ. То есть вероятность того, что промежуток времени t, большое, меньше, чем какое-то значение t, есть единица минус e в степени минус λ t. При этом мы предполагаем, что время идет только вперед, что оно только положительное. Для показательного закона распределения характерно то, что его среднее равняется единице, деленное на параметр распределения. Дисперсия в этом случае единица, деленная на квадрат параметра распределения. Давайте мы с вами рассмотрим пример вот такого простейшего потока событий. Для анализа изменения с течением времени размера текущего фонда компании, ведущего дела по страхованию автомобилей в Москве, важно обладать информацией о процессе поступления в компанию требований по выплатам в соответствии со страховыми полисами. Наблюдение за работой компании в предшествующий период показало, что число поступающих в компанию требований по выплатам за любой промежуток времени зависит только от продолжительности этого промежутка. Я напомню, что это свойство стационарности. Далее. Требования в компанию в любые два непересекающихся интервала времени поступают независимо. Это свойство отсутствия последействия. И третье. В достаточно малые промежутки времени в компанию поступают по одному требованию. Это свойство ординарности. Далее. Установили, что среднее число требований, поступающих в компанию за неделю, равно 2. И теперь требуется выяснить, какова вероятность того, что, во-первых, за месяц в компанию поступит 7 требований. Во-вторых, за месяц в компанию поступит менее 7 требований. В-третьих, за месяц в компанию поступит не менее 7 требований. Далее. В-четвертых, за месяц в компанию не поступит ни одного требования. Пятое. За две недели поступит хотя бы одно требование. Шестое. Интервал времени между двумя соседними требованиями будет меньше двух дней. И седьмое. Интервал времени между двумя соседними требованиями будет не меньше, чем два дня. Для того, чтобы решить эту задачу, мы, во-первых, отметим, что поток требований по выплатам, поступающим в страховую компанию, является простейшим, так как он обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия. В данной ситуации за единицу времени мы возьмем одну неделю. То есть время будем мерить в неделях. По условию задачи интенсивность данного потока, то есть лямбда, есть два требования в неделю. Теперь мы обозначим через х от Т случайную величину, представляющую собой число требований по выплатам, поступающих в компанию за промежуток времени Т, где Т мы измеряем в неделях. Решим теперь эту задачу уже численно. Первое, что нам нужно было выяснить, вероятность того, что за месяц в компанию поступит 7 требований. В месяце 4 недели. Поэтому мы положим Т, равное 4. Число требований К равно 7. Поступит 7 требований. Тогда, используя распределение Пуассона, мы посчитаем эту вероятность. И она у нас получилась равной 143 тысяч. Далее, второй вопрос. Требуется узнать вероятность поступления в компанию менее 7 требований по выплатам. Это снова месяц, поэтому Т снова равняется 4. Но здесь уже одной формулы Пуассона недостаточно. Здесь еще требуется и теорема сложения. То, что вероятность суммы несовместных событий равна сумме соответствующих вероятностей. Е в минус 8 степени в данном случае удобно вынести за скобку. И просуммировав эти все вероятности, мы получим, что вероятность того, что в компанию за месяц поступит менее 7 требований, это приблизительно 1 треть. Третье. Вероятность того, что в компанию за месяц поступит не менее 7 требований. Эту вероятность проще всего найти, используя формулу для вероятности противоположного события. Я напомню, что вероятность противоположного события есть 1 минус вероятность исходного события. То есть мы получим, что такая вероятность есть 0,679 тысячных. Четвертый вопрос был такой. Какова вероятность того, что за месяц в компанию не поступит ни одного требования? Так, значит, здесь мы посчитали вероятность того, что за неделю в компанию не поступит ни одного требования, потому что t равная единице. 5 за две недели поступит хотя бы одно требование. Значит, время t равняется 2, параметр тот же самый, и мы считаем через вероятность противоположного события. Как видим, полученная вероятность является достаточно большой. 6. Вероятность того, что случайная величина, представляющая собой промежуток времени между двумя соседними требованиями, будет меньше двух дней. Два дня – это две седьмые от недели. Лямбда по-прежнему равняется двум. Поэтому здесь мы получаем вероятность чуть больше, чем 1 треть. И используем уже показательный закон распределения. Напомню, что случайная величина t имеет показательный закон распределения. Далее последний седьмой вопрос. Вероятность того, что интервал времени между двумя соседними требованиями будет не менее двух дней. Мы эту вероятность снова находим с помощью вероятности противоположного события. И получаем примерно 6 десятых. Теперь мы с вами вернемся к потоку заявок в системе массового обслуживания. Исходя из характеристик простейшего потока, который мы только что подробно разобрали, можно дать следующее определение. Интенсивность потока заявок – есть среднее число заявок, приходящих в систему массового обслуживания за единицу времени. Так как обслуживание заявки продолжается некоторое случайное время t-обслуживания, мы будем предполагать, что поток обслуживания также является простейшим. То есть время обслуживания распределено по показательному закону, и параметр этого закона обозначим греческой буквой ν. В этом случае среднее время обслуживания заявки, обозначим его через t-малое с индексом среднее, это среднее время равняется единице, деленное на μ. Вот этот вот параметр μ называют производительностью канала обслуживания. То есть производительность канала обслуживания – это среднее число заявок, обслуженных каналом в единицу времени. Итак, система массового обслуживания меняет свои состояния под влиянием потока поступающих заявок и потока обслуживания. В силу тех предположений, что мы сделали, мы получаем следующий вывод. Случайный процесс ν является марковским случайным процессом. Это так в силу свойства отсутствия последействия показательного закона распределения. То есть на поведение случайного процесса ν от Т после какого-то фиксированного момента времени Т нулевое влияет только значение процесса вот в этот момент времени. А траектория процесса до момента времени Т нулевое уже не влияет на поведение процесса в будущем. Тот марковский процесс, который происходит в системе массового обслуживания, является так называемым процессом гибели и размножения. Вот этот термин, процесс гибели и размножения, он берет начало от биологических задач, где такой схемой описывается процесс изменения численности популяции. Давайте посмотрим, как выглядит граф состояния для процесса гибели и размножения. Все состояния процесса можно вытянуть в цепочку. Причем каждое среднее состояние связано прямой и обратной связью, то есть стрелки как входят, так и выходят из этого состояния, с каждым из соседних состояний. Это состояние связано с этим и с тем, что будет дальше. А крайние два состояния, то есть первое состояние и энное состояние процесса, связаны только с одним соседним состоянием. Последнее связано с предпоследним, а первое связано со вторым. Вы помните из предыдущей лекции, а тот, кто не помнит, пусть еще раз ее послушает или прочитает соответствующую литературу, что по графу состояний марковского случайного процесса можно записать дифференциальные уравнения Калмогорова для определения вероятностей состояния. Эти уравнения имеют тот вид, который представлен на экране. Итак, обозначим через P и T от T вероятность того, что в момент времени T система находилась в итом состоянии. Всего у нас N состояний, то есть I меняется от 1 до N. Далее здесь стоят производные функции P и T. Это производные первой функции, второй, третий и так далее до последней. Теперь вы помните, что когда составляется система уравнений Калмогорова, то в ее правой части столько слагаемых, сколько стрелок связаны с данным состоянием. Итак, первое и последнее состояние, они связаны только с одним соседним. Из первого состояния выходит стрелка во второе состояние, поэтому соответствующее слагаемое будет иметь знак минус. И одна стрелка, которая входит из второго состояния в первое, поэтому здесь стоит знак плюс. То же самое с тем уравнением, которое отвечает вероятности последнего N состояния. Из последнего состояния выходит одна стрелка в предпоследнее, соответствующее слагаемое имеет знак минус. И в последнее состояние входит стрелка из предпоследнего. Вот эта слагаемая имеет знак плюс. Далее все остальные промежуточные состояния. Давайте разберем на примере второго состояния. Тут всего 4 слагаемых, из них 2 сгруппированы. Общая вероятность вынесена за скобку. Потому что из этого состояния выходит 4... С этим состоянием связаны 4 стрелки. 2 стрелки выходят, поэтому здесь знак минус. И 2 стрелки входят у соответствующих слагаемых. Стоят знаки плюс. Точно так же составлены все остальные состояния по графу состояний. Если вы вспомните теорию обыкновенных дифференциальных уравнений, то вы сразу убедитесь в том, что в общем виде, то есть когда число состояний неизвестно, а просто равно какому-то N, эту систему решить, в общем-то, очень сложно. Но что можно сделать? Можно найти предельные вероятности состояний. Давайте еще раз посмотрим на граф этого процесса. Значит, что мы видим? Что из любого состояния, например, из последнего, мы можем, двигаясь по стрелкам, перейти в любое другое. Из первого мы тоже можем попасть в любое. Какое бы мы среднее промежуточное состояние ни сделали, нам стрелки позволяют перейти в любое другое. Так вот, для такого процесса всегда существуют предельные вероятности состояний. Поэтому для того, чтобы найти предельные вероятности, вот в этой системе нужно положить все левые части, то есть вот эти вот все производные, вот эти все производные, нужно положить равными нулю. И в результате этого система дифференциальных уравнений превратится в систему линейных уравнений. И вместе вот с таким условием, условием нормировки, я напомню, оно означает то, что в любой момент времени система находится в одном из своих состояний. То есть вероятность достоверного события есть единицы. Так вот, добавляя условия нормировки, мы получаем вот такую вот систему, совсем простую, и она уже имеет решение. Вот решение для такой системы. Ну, тут выписаны формулы для нахождения первых трех вероятностей и самые последние вероятности. Аналогичным образом можно найти любую вероятность. Итак, вначале, используя величины лямбда, мы находим вероятность P1. Это используя интенсивность. Далее, зная P1, мы вычисляем остальные вероятности, те, что нам требуются. Таким образом, можно вычислить любую предельную вероятность в процессе гибели и размножения. Теперь посмотрим, как работают найденные формулы. Рассмотрим пример. В группе финансово-экономической информации финансовой компании используются три компьютера. Каждый из них может независимо друг от друга выходить из строя. Мы будем предполагать, что поток отказов компьютера является простейшим. И наблюдения показали, что среднее время безотказной работы любого компьютера это 120 часов. Далее будем предполагать, что вышедший из строя компьютер сразу же начинает ремонтироваться. Это называется восстанавливаться в системе массового обслуживания. И поток восстановлений также является простейшим. Далее было замечено, что среднее время ремонта составляет 12 часов. Требуется найти среднюю эффективность работы группы финансово-экономической информации, если при трех функционирующих компьютерах она равна 100% при 2,60, при 1,30%, а при отсутствии компьютеров вручную всего 10%. Для того, чтобы решить эту задачу, мы в качестве системы рассмотрим совокупность трех компьютеров. Состояние системы занумеруем по числу отказавших компьютеров. Итак, состояние С0 означает, что все компьютеры исправны. Состояние С1 означает, что один компьютер отказал, а два остальные функционируют. Далее С2 состояние означает, что два компьютера отказали, а один все-таки еще функционирует. И, наконец, С3 это состояние, в котором все три компьютера вышли из строя. переходы системы из состояния в состояние по стрелкам направо происходит под воздействием потока отказов, а в обратном направлении под воздействием потока восстановления. Так как все эти потоки мы об этом договорились вначале являются простейшими, поэтому в системе протекает однородный марковский случайный процесс с непрерывным временем. Глядя на эту картинку, на граф, мы заключаем, что это не что иное, как процесс гибели и размножения. При этом размножение и гибель в силу того, как мы обозначили состояние, трактуются как размножение или гибель отказавших компьютеров. То есть размножение отказавших компьютеров ведет к увеличению их числа или, что то же самое, к увеличению восстановленных компьютеров. Итак, если система находится в состоянии S0, то функционируют все три компьютера, на каждый из которых действует поток отказов с интенсивностью лямбда. Лямбда мы можем вычислить как единица, деленная на среднее время безотказной работы. Следовательно, на систему в целом, вот в этом состоянии S0, действует суммарный поток интенсивностью три лямбда. То есть величина лямбда с индексами 0,1, та, которая фигурирует в процессе гибели и размножения, в данном случае она равняется три лямбда, то есть три, деленное на 120 часов или одна сороковая. Далее рассмотрим состояние S1. В этом состоянии у нас уже функционирует только два компьютера, поэтому переход системы из состояния S1 в состояние S2 происходит под воздействием суммарного потока с интенсивностью 2 лямбда. Осталось два компьютера, поэтому и интенсивность 2 лямбда. Это 1,6 компьютера в час. Далее, если мы находимся в состоянии S2, у нас работает только один компьютер, поэтому и интенсивность будет 1 умноженная на лямбда, то есть просто лямбда. Теперь мы смотрим, что писать под стрелочками, которые идут справа налево. Так как поток восстановления тоже простейший по условию этой задачи, то интенсивность потока μ равна обратной величине среднего ремонта μ, интенсивность потока восстановления. если система находится вот здесь в состоянии S3, то функционирующих компьютеров нет, и на каждой из тех компьютеров, которые находятся в ремонте, действует поток восстановления с интенсивностью μ. Значит, на систему в целом действует суммарный поток с интенсивностью 3μ. То есть 1 четвертая компьютера в час. Под действием вот этого суммарного потока система переходит в состояние S2. Далее в состоянии S2 ремонтируются уже два компьютера, поэтому в состояние S1 система переходит под воздействием потока с интенсивностью 2μ. И, наконец, в S1 ремонтируется только один компьютер. И поэтому система в состоянии S0, когда все компьютеры исправны, проходит с интенсивностью μ. Значит, здесь, под этой стрелкой, мы напишем 1μ, то есть 1,12. Далее мы воспользуемся уже готовыми формулами, полученными для процесса гибели и размножения. И с помощью этих формул вы можете проверить сами, решив соответствующую систему. Получим, что предельная вероятность находиться в каком-то катом состоянии. Есть c из n по k, это число сочетаний из n по k. Далее стоит μ, деленное на лямбда, и все это в степени k. И следующий множитель 1 плюс μ, деленное на лямбда, все это в степени минус n. Я напомню, что всего у системы было 4 состояния, поэтому k меняется от 0 до 3. подставляя те значения, которые мы получили вот в эту общую формулу, мы и вычисляем требуемые вероятности. То есть вероятность того, что все компьютеры работают, она достаточно велика, они примерно работают 75% всего времени, а вероятность того, что все три компьютера неисправны, это вероятность P3, тут опечатка, она достаточно мала. Далее мы можем посчитать среднюю эффективность. Средняя эффективность работы данной группы финансовой, экономической, финансовой компании равна математическому ожиданию случайной величины у, то есть эффективности группы. Итак, математическое ожидание есть сумма произведений вероятности на значение. Значение у нас выражено в процентах, это 100%, если работают все три компьютера, 60%, если один компьютер сломан, 30%, если два компьютера сломаны, и, наконец, эффективность есть 10%, когда не работает ни один компьютер. Подставляя найденные значения, мы получаем, что средняя эффективность работы группы финансово-экономической информации в стационарном режиме работы компьютера есть 89%. Далее мы переходим к следующему вопросу нашей лекции, это показатели качества обслуживания и эффективности работы системы массового обслуживания. мы с вами рассмотрим наиболее общую модель, конечно, в рамках тех ограничений, которые были поставлены в начале лекции. Это многоканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью. Те системы, о которых мы тоже говорили, это системы с отказами и системы с неограниченной очередью. Они могут быть получены как особые частные случаи вот этой вот общей системы, многоканальной системы с очередью. Итак, пусть выполнены следующие предположения. Во-первых, в системе массового обслуживания работает N каналов обслуживания. поступающие в систему поток заявок являются простейшим потоком и его интенсивность обозначим через лямбда. Далее. Если заявка поступит в момент времени, когда все каналы заняты, она становится в очередь. всего число мест в очереди ограничено числом M. Про поток обслуживания мы будем предполагать, что он также является простейшим с интенсивностью M. Итак, если выполнены вот эти три условия, то для такой системы мы можем посчитать следующие характеристики. Во-первых, мы можем посчитать вероятность отказа, то есть вероятность того, что пришедшая заявка вообще не будет обслужена, получит отказа. Далее мы можем вычислить относительную и абсолютную пропускные способности системы. Также мы можем посчитать среднее число заявок, которые находятся в очереди на обслуживание, среднее число заявок, которые находятся в системе, то есть под обслуживанием и в очереди. Можем вычислить среднее время ожидания в очереди и среднее время пребывания заявки в системе. ну вот этих характеристик системы массового обслуживания их в принципе достаточно для того, чтобы определить эффективность работы системы массового обслуживания. для того, чтобы вычислить все эти характеристики, мы сначала построим граф состояний системы и для этого обозначим состояние системы. Через S0 обозначим состояние, когда система свободна, то есть заявок в ней вообще нет. Система простаивает, ожидая, когда же к ней на обслуживание придет заявка. Далее, S1 в системе находится одна заявка, ее обслуживанием занят один канал. И очереди нет. Пусть у нас N пока будет больше, единица. И так далее. До числа каналов N S, N это состояние, в котором заняты все каналы обслуживания. Но очереди при этом нет. Следующее состояние N плюс первое. Все каналы обслуживания заняты. И при этом еще одна заявка находится в очереди. В очереди ждет своего обслуживания. Мы предположили, что в очереди может находиться не более чем M заявок. поэтому последнее состояние системы, последнее понумерации это состояние N плюс M. То есть заняты как все каналы обслуживания N и заняты все места в очереди. вот мы изобразили граф состояний. Теперь посмотрим, почему над стрелочками подписаны данные эффективности. из одного состояния назовем его предыдущее и минус первое в следующее состояние и T систему переводит поток заявок. Поступают заявки. Эти заявки поступают с интенсивностью лямбда. Поэтому прошу прощения поэтому над теми стрелочками, которые ведут в состояние с большим номером, стоит интенсивность лямбда. Это интенсивность потока заявок. Далее обратно из следующего по номеру состояния в предыдущее систему переводит поток обслуживания. его интенсивность меняется. Если номер состояния находится в промежутке от единицы до n и T состояния, в этом состоянии тогда работают и каналы, каждая с интенсивностью mu. Поэтому суммарная интенсивность, переводящая систему, равна и умноженная на mu. Давайте посмотрим, что у нас систему из состояния с большим номером в состояние с меньшим номером, то есть вот по этим стрелочкам переводят потоки, интенсивность которого есть число работающих каналов, умноженных на mu, на интенсивность потока обслуживания. Это будет для состояний от нулевого до n. Далее, если мы рассмотрим состояние от n до n плюс m, то в этом случае интенсивность потока обслуживания равняется n на mu, то есть она одинакова уже для всех остальных состояний, так как больше, чем n каналов в данной системе работать не могут. Поэтому вернемся сюда к картинке. Вот для всех состояний от n плюс m до n для всех состояний, которые здесь находятся, интенсивность потока переводящего из состояния с большим номером в состояние меньшим номером она одинакова. это n на mu. Итак, мы нарисовали и разметили граф состояний. Теперь мы можем уже вычислять вероятности. Для того, чтобы их вычислить, введем еще одно обозначение. обозначим буквой ρ отношение λ к μ. И вот это отношение мы назовем загрузкой системы. Итак, загрузка системы это отношение интенсивности потока заявок к производительности канала. вот введя такое обозначение мы можем записать формулы для вероятности состояний в стационарном, то есть предельном при стремящемся к бесконечности режиме работы. Эти формулы называются формулами R-Lang это формулы R-Lang значит вначале вычисляют вероятность того, что система свободна P-нулевое здесь первая группа слагаемых вот эти вот слагаемые они отвечают как раз занятым каналом тем каналом который есть в системе каналом обслуживания а вот вторая группа начиная от этого слагаемого и дальше вот эта группа слагаемых она соответствует местам в очереди то есть если рассматривается система с отказами то есть система в которой очереди нет тогда для формулы для P-нулевое будет содержать только вот эту первую группу слагаемых а если мы рассматриваем систему с бесконечной очередью тогда в этих формулах требуется M устремить к бесконечности то есть перейти еще к одному пределу и понятно что в этом случае не всегда можно вычислить предельные вероятности потому что не всегда этот предел существует в этом случае обычно накладывают ограничения на величину ρ если эти ограничения выполнены тогда предел существует и формулы имеют более простой вид далее вычислив вероятность P-нулевое вероятность того что система свободна можно вычислить все остальные вероятности они вычисляются с помощью загрузки системы и нулевой вероятности и так с помощью формул Ирланга мы теперь будем определять характеристики системы в установившемся то есть стационарном процессе обслуживания первая характеристика это вероятность отказа в каком случае заявка получит отказ заявка получит отказ если заняты все каналы обслуживания и нет свободных мест в очереди то есть система находится в состоянии с номером n плюс m на графе это было последнее самое правое состояние поэтому вероятность отказа обозначимую через p с индексом отказ это вероятность того что система находится в состоянии n плюс m для того чтобы написать формулу для вычисления этой вероятности надо просто в формулах Ирланга в выражении для p n плюс m вот я верну сюда вот в этом выражении надо для величины p нулевой написать то чему она равна то есть подставить вот эту первую строчку вот сюда в последнюю если вы это сделаете то вы получите что вероятность отказа вычисляется следующим образом через загрузку системы ро значит здесь стоит ро в степени n плюс m и деленное на вот это ро делится на три множителя первый множитель представляет из себя сумму сумму вот такую вот второй множитель это n факториал и третий множитель это n в степени n число слагаемых вот в этой вот большой сумме оно зависит от того сколько каналов работает в системе значит если например в системе работает пять каналов тогда вот в первой половине суммы до сих пор будет всего шесть слагаемых единица а потом по слагаемому на каждый работающий канал далее вот эта группа слагаемых она она отвечает за количество мест в очереди если в очереди одно место то мы добавим только вот такое слагаемое если в очереди два места то мы добавим два слагаемых и так далее до m до количества мест в очереди это мы вычислили первую характеристику вероятность отказа далее относительная пропускная способность системы по определению она дополняет вероятность отказа до единицы относительная пропускная способность системы вместе с вероятностью отказа дают единицу поэтому если вероятность отказа уже вычислена то мы можем воспользоваться просто первой частью формулы а если в задаче требуется вычислить только относительную пропускную способность а вероятность отказа при этом не требуется то можно воспользоваться и представленной здесь формулой для того чтобы явно вычислить относительную пропускную способность через загрузку системы вот та сумма которая здесь стоит она та же самая что и для вычисления вероятности отказа поэтому мы ее больше обсуждать не будем следующая характеристика это абсолютная пропускная способность абсолютная пропускная способность вычисляется через относительную пропускную способность и интенсивность поступающего потока заявок поэтому как правило для того чтобы вычислить абсолютную пропускную способность системы достаточно вот этой вот первой части формулы вначале вычисляем относительную пропускную способность умножаем на интенсивность потока заявок и получаем абсолютную пропускную способность если же это не так если по какой-то причине в задаче требуется вычислить только абсолютную пропускную способность то можно воспользоваться второй частью формулы и вычислить абсолютную пропускную способность непосредственно через загрузку системы через ρ и через λ интенсивность поступающего потока заявок далее следующая характеристика это среднее число заявок в очереди обозначим это среднее число латинской буквой r и обсудим то как это можно вычислить итак если система находится в состояниях с нулевое с один и до н состояния то в системе нет очереди в состоянии с нулевое в системе вообще нет заявок и естественно очереди тоже нет в состоянии с первое работает только один из н каналов естественно очереди никакой нет и так далее до состояния с н далее если система находится в состоянии с н плюс 1 это значит что н каналов заняты обслуживанием плюс одна заявка стоит в очереди то есть в очереди одна заявка если система находится в состоянии н плюс 2 это означает что работают заняты все каналы системы и плюс еще две заявки стоят в очереди поэтому в состоянии с н плюс 2 у нас две заявки и так далее до м до общего количества места в очереди состояние с с индексом н плюс м н каналов работают и м заявок ждут в очереди поэтому и написано что в очереди м заявок и так среднее значение это сумма произведений стоит знак произведения значений случайной величины единица двойка м это значение случайной величины на вероятности данных значений и так у нас длина очереди равна единице если система находится в н плюс первом состоянии в очереди две заявки если система находится в состоянии н плюс 2 и так далее в очереди м заявок если система находится в состоянии н плюс м для того чтобы вычислить среднее число заявок в очереди r мы подставим вместо вероятностей p n плюс 1 p n плюс 2 и p n плюс м их выражение через p нулевое подставили вынесли p нулевое за скупку и получили формулу для вычисления r теперь мы определим среднее число занятых каналов каждый занятый канал обслуживает в среднем мю заявок за единицу времени а вся система обслуживает в среднем а заявок напомню что а большое это абсолютная пропускная способность единицу времени деля одно на другое а на мю мы получаем что среднее число занятых каналов равно абсолютной пропускной способности системы деленной на интенсивность обслуживания значит вот мы получили формулу которая позволяет вычислить среднее число занятых каналов через абсолютную пропускную способность и интенсивность потока обслуживания теперь мы найдем к то есть среднее число заявок в системе ясно что среднее число заявок в системе это есть среднее число заявок в очереди плюс среднее число занятых каналов эта формула следует из свойства математического ожидания случайных величин математическое ожидание суммы есть сумма математических ожиданий напомню что среднее число заявок в системе это математическое ожидание случайной величины которую мы определили как число заявок в системе итак из свойства математических ожиданий следует формула для среднего числа заявок в системе теперь мы определим среднее время ожидания в очереди время ожидания в очереди обозначим через t большое с индексом ожидания среднее время есть математическое ожидание среднее это математическое ожидание итак для того чтобы определить величину заметим следующее если заявка застанет не все каналы занятыми то ей вообще не придется ждать если заявка поступила а работают не все каналы то есть свободный канал и она сразу же начнет обслуживаться значит ее время ожидания будет равно нулю и соответствующие члены в математическом ожидании можно отбросить так как они равны нулю мы значение умножали на вероятность значение равно нулю поэтому и слагаемого нет далее если заявка придет в момент когда заняты все n каналов а очереди нет то ей придется ждать в среднем время равное единице деленное на n мю потому что поток освобождения n каналов имеет интенсивность мю каждый канал может освободиться с интенсивностью мю а всего каналов n поэтому интенсивность n умноженная на мю если заявка застанет все каналы занятыми и одну заявку перед собой в очереди то ей придется ждать в среднем в два раза больше потому что вначале должна обслужиться та заявка которая стоит перед ней в очереди еще раз напомню что мы рассматриваем обслуживание без приоритетов в порядке первый пришел первый обслужился далее если заявка застанет в очереди ж заявок где ж у нас не превосходит число мест в очереди то ей придется ждать в среднем время ж деленное на n это доказывается так же как и для ж равного 2 если же вновь пришедшая заявка застанет в очереди m заявок то есть в очереди больше не будет свободных мест то она вообще не будет обслуживаться но и ждать соответственно она тоже не будет она просто сразу получит отказ поэтому суммируя все что было сказано заранее про ранее про среднее время ожидания в очереди мы можем записать что среднее время ожидания опять у нас равняется сумме значений данной случайной величину на вероятность этих значений мы уже обсудили как это получается и далее просто вместо вероятности вот этих вот мы подставим их выражение через p нулевое p нулевое если мы сравним вот это вот последнее выражение с формулой для вычисления среднего числа заявок в очереди то можно сделать вывод что среднее время ожидания в очереди равно среднему числу заявок в очереди деленному на интенсивность потока заявок вот такая получилась красивая формула далее мы рассмотрим время пребывания заявки в системе среднее время пребывания заявки в системе отличается от среднего времени ожидания на среднее время обслуживания то есть заявка пришла подождала и обслужилась из этих двух действий и состоит ее пребывания в системе поэтому среднее время пребывания заявки в системе среднее время пребывания в заявке в системе это вот оно равно среднему числу заявок в системе деленному на интенсивность потока заявок среднее время пребывания заявки в системе равно среднему числу заявок в системе деленному на интенсивность потока заявок так мы вычислили основные характеристики и теперь давайте рассмотрим примеры в начале лекции мы говорили о том что системы массового обслуживания очень хорошо приспособлены для исследования действия обслуживания в морских портах ну вот к порту мы добрались до и в конце лекции итак в нефтеналивном порту у нас два причала для заправки танкеров танкеры приходят в среднем через каждые 12 часов а время загрузки то есть заливки нефти в каждый танкер составляет в среднем сутки далее порт построен таким образом что в очереди могут стоять не более четырех танкеров снова будем считать все потоки простейшими и определим основные характеристики работы данного порта по условию задачи у нас два причала то есть число каналов в данной системе массового обслуживания n равняется 2 следующая характеристика поступающий поток танкеров имеет интенсивность лямбда единица деленная на среднее время через которое эти заявки то есть танкеры поступают поэтому интенсивность потока заявок это 1 12 танкера час далее число мест в очереди у нас 4 танкера теперь интенсивность потока обслуживания танкера в среднем у нас время заливки одного танкера это одни сутки но так как мы все меряем в часах то это 24 часа поэтому интенсивность потока обслуживания это единица деленная на 24 то есть 1 24 танкера в час и мы можем посчитать первую характеристику загрузку системы это ро есть отношение интенсивности потока заявок к интенсивности потока обслуживания ро у нас загрузка системы равняется 2 теперь мы воспользуемся формулами эрланга которые были получены в общем случае вместо ро мы в эти формулы подставили двойку вместо n мы тоже подставили двойку значит вот у нас первые три слагаемые которые отвечают за каналы обслуживания и далее у нас идут 4 слагаемые которые отвечают за места в очереди таким образом p0 это вероятность того что в нефтеналивном порту не будет ни одного танкера она равна 1 13 остальные вероятности нам сейчас не требуется поэтому мы их и вычислять не будем а сразу посчитаем вероятность того что в порту заняты все места и места для заправки и места для ожидания это вероятность того что система будет находиться в состоянии с индексом 6 2 плюс 4 это 6 вот такая вероятность приближенно равна чуть больше чем 15 сотых зная вероятность p6 мы вычисляем вероятность отказа вероятность отказа я напомню это вероятность того что система находится в состоянии с индексом 6 далее мы по тем формулам которые были уже выше получим относительную пропускную способность системы эта пропускная способность достаточно велика из нее мы видим что примерно 85% танкеров которые хотят в этом порту получить нефть они ее все-таки получают и далее мы вычисляем абсолютную пропускную способность абсолютная пропускная способность получается равна примерно 1,7 танкера в день то есть за 10 дней обслуживается 17 танкеров далее среднее число танкеров в очереди по формуле в очереди примерно стоит полтора танкера то есть один день два танкера другой день три танкера среднее время ожидания в очереди оно 18,5 часов получается равно то есть примерно полдня чуть больше среднее число занятых причалов то есть среднее число занятых каналов обслуживания это 1,7 в среднем порту находятся три танкера и каждый танкер в порту прибывает примерно 38 часов далее еще один пример имеется двухканальная система с отказами на ее вход поступает поток заявок с интенсивностью 4 заявки в час среднее время обслуживания одной заявки это примерно 0,8 часа при этом каждая обслуженная заявка приносит некоторый доход а именно 40 рублей но при этом тратятся деньги на содержание канала обслуживания 20 рублей в час требуется выяснить выгодно или нет в экономическом отношении увеличить число каналов системы с 2 до 3 при этом все потоки для облегчения выкладок мы будем считать простейшими итак мы найдем предельные вероятности состояний по заданным условиям в начале у нас система состоит из двух каналов поступающий поток заявок имеет интенсивность 4 заявки в час поэтому лямда равняется 4 заявка поступившая в момент когда все каналы заняты получает отказ то есть число мест в очереди равно нулю интенсивность потока обслуживания мю величина обратно пропорциональная среднему времени обслуживания это значит 1,25 заявки в час и следовательно загрузка системы ро то есть отношение интенсивности потока заявок к потоку обслуживания есть 3,2 по формулам эрланга мы вычисляем вероятность P0 базовую вероятность для дальнейших вычислений и вероятность P2 вероятность P2 она у нас совпадает с вероятностью отказа мы видим что для такой системы вероятность отказа велика то есть 55% всех заявок получат отказ относительная пропускная способность мы тоже считаем как и абсолютную таким образом доход у нас получился 72 рубля в час те же выкладки для трехканальной системы показывают что вероятность отказа значительно уменьшается в данном случае возрастает относительная и абсолютная пропускная способность и доход приносимый трехканальной системы уже больше 100 рублей следовательно переход от двухканальной системы к трехканальной экономически выгоден так как увеличение дохода больше чем расхода на этом я с вами прощаюсь субтитры